Начинаем с очередного теракта в Европе. В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей. По разным данным погибли от 3 до 5 человек. Точную цифру до сих пор уточняют. Информация о пострадавших украинцах в отечественный МИД пока не поступала. Очевидцы рассказывают, в районе происшествия слышали стрельбу. Кто стоит за нападением, пока тоже неизвестно. Похожий сценарий с грузовиком уже использовался в Лондоне, Берлине и Ницце. О теракте в Швеции наш следующий сюжет. Эти первые кадры паники сняли очевидцы из окна дома. Реакция за кадром подтверждает, случилось что-то страшное. Люди напуганы. Что-то случилось. Что случилось, станет понятно за считанные минуты. Соцсети взорвут вот эти фотографии. Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Прямо на пешеходной улице Дроднингаттан. Возле торгового центра. Мы как раз стояли на светофоре, услышали крики, затем увидели грузовик. Он ехал приблизительно со скоростью 50-60 км в час. И протранил сначала на пути декоративные скульптуры и фонари. Потом на улицу выбежали много людей. Затем он пересек пешеходные переходы, въехал в универмаг. В районе происшествий якобы слышали несколько выстрелов. Но эти слова очевидцев полиция пока не подтверждает. Место трагедии правоохранители оцепили по всему периметру. Некоторые из полицейских в противогазах и масках. Почему именно такие меры не уточняют. Всех людей с центральной железнодорожной станции в срочном порядке эвакуируют. Работу метро тоже приостанавливают. Через СМИ полиция просит по возможности не выходить на улицы. И держаться как можно дальше от центра столицы. Правоохранители с выводами пока не спешат. Кто стоит за нападением еще выясняют. Шведские СМИ сообщают. Двух подозреваемых уже задержали. Но в полиции заявление прессы опровергли. По словам очевидцев из машины сразу после наезда выбежали три человека. Они якобы и открыли огонь по полицейским. Машину по предварительным данным угнали. Информация такая, что кто-то украл грузовик, который был припаркован возле ресторана в центре Стокгольма, где очень много людей в пятницу вечером, вернее в пятницу днем в местное время было около трех часов дня. И шведы могут просто оставить ключи в автомобиле и пойти по своим делам разгружать грузовик, например. У них нет такого, что надо закрыть. Поэтому это было очень легко сделать. О том, что нападение – это теракт, заявил премьер-министр Стефан Лёвен. Нападение имеет все признаки теракта. Правительство следит за всем и будет сообщать информацию. Мы также призываем людей быть бдительными и следить за объявлениями полиции. Нападение в Швеции похоже на предыдущие теракты. Грузовик для атаки использовали в прошлом году в Ницце и Берлине. И буквально две недели назад в Лондоне автомобиль протаранил людей на Вестминстерском мосту. Анна Ильиних, подробности, телеканал Интер.